Здравствуйте, долгополчане! Здравствуйте, мои подписчики! Город Далгопилс молодеет. Почему он молодеет, я хочу с вами поговорить в этом выпуске. И начну я с самого сладкого. В Далгопилсе сделали мост. Сейчас я под мостом. И сегодня я ездил первый раз под мостом, потому что я только был наверху. Сейчас пойду наверху. Наверху этого моста. Его недавно открыли, 19 мая. То есть это недавнее событие в Далгопилсе. Не скажу, что грандиозного строения. Ну, обычная стройка. Но первое впечатление, когда я рассказывал это о своем инстаграме в сторис, чувствую себя как будто в Евросоюзе, как в Нидерландии. Короче, как во втором доме. И еще обратил внимание на то, что здесь сделано по одной стороне тротуар. Если идти с той стороны, то это будет с правой стороны. А если идти с той улицы, то это будет с левой стороны. Как-то я серьезно начал выпуск без улыбки. 19 мая открыли мост. Для Далгопилса это большая стройка. Конечно, в Далгопилсе я так считаю, что не каждый день такое строят. Я особо не следил за стройкой этого моста. Мне просто подписчики сказали, посмотри, что там за мост. Что ты можешь сказать про строительство того моста. Я просто один день там прошелся. Вечером там какая-то мега-ройка смотрю. Первый раз такое что-то строят. Прямо что-то грандиозное. Грандиозное. Давайте с вами посмотрим в Google Maps, как раньше выглядело это место до строительства моста. Нам нужна улица Сатексмес. Вот, видите, Сатексмес. Дальше здесь Муйта Села. Сео Латвия Далгопилля. Вот это вот место. Вот как, в общем, раньше это выглядело до строительства моста. Так, поехали, поехали. Назад в прошлое. Вспоминаете эти места? Путешествие в прошлое. Как это выглядело? Вот так вот. Ну, в общем, если вот здесь вот остановиться, вот так, в общем, это все и выглядело до строительства моста. В Далгопилсе решили конкретно изменить одно место. То есть, когда-то в том месте проводились ремонтные работы, просто это было очень давно. Если делали ремонт, то ремонт делали очень давно. И потом, в один момент, в городе решили это место вплотную заняться, чтобы изменить сильно визуальный вид. Прогуливаю сейчас по этому тротуару. Мои первые впечатления, которые были в первый раз, они такие же остались, когда я, в общем, первый раз это увидел. Потому что я это, в общем, в этом месте ни разу такого вообще не видел. Ну, реально сделано как под Евросоюз. Ну, такие у меня, в общем, впечатления об этом тротуаре, который идет вдоль двинки. Об этом я узнал от Иверса Утаньша. У него был ролик, на котором он ехал на велосипеде по этому тротуару и снимал все это на GoPro камеру. Я вот несколько минут назад смотрел его профиль в Инстаграме и не нашел подобного уже ролика. Тогда я еще был еще в Нидерландах, я не был еще в Далгопилсе. И так я, в общем, в Нидерландах узнал об этом, что сделан тротуар. Обычно, когда в Далгопилсе происходят большие ремонтные работы, или вот как я уже до этого сказал, мост сделали, потому что давно не делали мостов в Далгопилсе. Когда там последний раз сделали, я не помню. А бывает так, что это место вообще, к этому месту достаточно долго не притрагиваются. И потом решают, нужно... Это может быть очередной тротуар, либо очень заросшее место, никому, которому не нужно. Вот с ним что-то делают, то есть решают, делать для города, либо ничего не делается. Либо на этом месте делают что-то, какой-то просто апгрейд, улучшение. Обычно что-то делают. Конечно, построили одно место, потом другое место построили, а к этому месту не притронулись. Давайте в Google Maps посмотрим, как раньше выглядела эта тропинка до ремонтных работ. Нам нужна улица 18 Ново-Бра-Эла. Велтуем-Ротко. Отсюда начались, в моем понимании, ремонтные работы. Можете посчитать, что это были строительные работы. Здесь вот Ладгалас Алуис, Далгупас Алю Даритова. Сия и Телье. Идет улица Бругулиэла. Здесь Сайн-Текс-Сия. Дзель-Селю-Эла. Бругули-Эла. И где вот улица Фабрика с Ила, Далгупилс-Уденс. В этом месте заканчивается этот сам тротуар. Вот так это выглядит до ремонтных работ. Вот так это все выглядело до ремонтных работ. Вот как, короче, в какой-то деревне этот забор, забор, этот забор убрали, когда начались ремонтные работы. Вот так, в общем, это все раньше выглядело. Опять мы оказались назад в прошлое. Ну, теперь это все изменилось после ремонтных работ. Ну, джунгли конкретные, когда это вот все я просматриваю сейчас, это джунгли конкретные. Эти деревья. Ну, в общем, в целом, если так вот просматривать Google Maps, вот сейчас была проделана большая работа. Потому что нужно было все растения эти убрать, деревья выровнять. В общем, большая работа была сделана. Дальше туда мне, в общем, не пускает. Я вот стараюсь туда зайти. Нет, туда дальше мне не пускает. Не хочет он мне пускать. Ну, в общем, вот где эта труба, да, знаменитая долгопилская труба, начинались ремонтные работы. В прошлом году сделали Стропское озеро. В общем, пришел я в Стропы и здесь, ну, просто перекрыли, не знаю почему. Здесь переход. Ну, когда идти, в общем, на Стропское озеро. Просто раньше, я помню, здесь не было этого перекрытого. Ну, не знаю, реально решили перекрыть его, в общем, там надо с той стороны. Ну, может быть, потом откуда-то либо так и оставит. В общем, уже весь долг был знал, что Стропское озеро было уже сделано в 2019 году. Тогда вы еще мне в сторис писали, что я рассказал. Вот, а он в инстаграме всегда в сторисе. Здесь вот такой вот сделали муцарник в Стропах. Ну, не один, конечно, а несколько. И вот такой вот для мангала. Достаточно не пожалели времени, сил, чтобы сделать такую вот большую красоту в Стропском озере. Вот, если захотите, лучше шашлыки делать. Ну, тут пока нельзя, потому что еще карантин еще не снялся здесь. Ну, потому что вот эта вот ленточка здесь вот. Из-за этого здесь пока нельзя сделать шашлыки. Когда я первый раз увидел Стропское озеро таким косметически измененным, я был удивлен. Сколько помню, Стропское озеро вообще в мыслях у меня не было, что его нужно ремонтировать. Он мне нравилось такое, какое оно было, в общем. Я думаю, что в Далгопилсе до этих строительных работ люди уже привыкли так город видеть такой, какой он есть. То есть без космических изменений. Если они происходят, то люди особо это не замечают. Если замечают, то об этом громко не говорят. Потому что люди привыкли видеть город такой, какой он есть. В общем, позапозапрошлом году ничего не делали. Стропское это больница. А потом взяли и навели такую красоту. Снова заходим в Google Maps. Стропу Эзерс. Далгопилс Регуанала Слыбница. Изменил Google Maps. Далгопилс Глапшин из Динвесты Уденс Филиалы. До ремонтных работ и строительных работ. В общем, в этом плане отсутствует так называемое то, что уже сделано. Ну, понимаете, о чем здесь речь идет. Просто могу вставить фотографию. То, что уже есть и сделано в Стропском озере. Вот так вот, в общем, примерно выглядело Стропское озеро до того момента, когда, в общем, его уже изменили в 2019 году. Теперь я дошел до самого противного, невкусного и скандального. Это касается улицы Ригас. Я решил, что про улицу Ригас я сделаю в конце этого выпуска. У меня в руках газета Миллион. Улица Ригас еще не сдана. Хотя очередной срок сдачи улицы Ригас истек, работа здесь все еще продолжается. Проект реконструкции, который был принят в декабре 2018 года, преподнес немало сюрпризов. Это каких вообще сюрпризов? Ну просто у меня бомбило по поводу улицы Ригас, потому что кроме улицы Ригас, они как будто больше ничего не видят. Делали улицы, как лапы курица. Честно говоря, уже не хотелось писать про улицу Ригас, но сделали вместо уютной улицы стоянку для машин и два ряда. Что теперь поделаешь? Но некоторые последние события просто вынуждают снова вернуться к теме. Стоянка с риском для машин. Как проект улучшали? Видимо, подобные отзывы о работе муниципального предприятия «Лабе Картошна-Д» доходят и до мэра Андрея Элксенжа. Во всяком случае, он посчитал необходимым в традиционной передаче на радио заявить, что все сделано строго по проекту, утвержденному еще в 2015 году. То есть, как обычно, во всем виновата предыдущая дума, а в 2018 году проект доработали. Что у них там, блядь, трубу прорвал? Блядь, не могу. Красоту они делают. Вот та самая улица Ригас. Здесь улица Гимназиас. Это улица Цетокшня. Вот так вот раньше выглядела улица Ригас в городе Далгопилс. Ну, как видите, вот здесь уже происходили ремонтные работы. Мне лично нравилась улица Ригас такая, какая она на Google Maps. Зачем ее нужно было менять? Вообще надоело, когда эта улица Ригас трогает. Какое-то возмущение. Вот, осмотритесь, как она раньше выглядела и как она уже сейчас выглядела. Вот это все вы можете посмотреть в Google Maps. Мне и так она нравилась. Что там плохого? Что там? Трубу у них опять прорвало под этим асфальтом, что нужно было полностью опять переделать улицу Ригас. Что опять там какой-то новый у них проект появился. Я вообще бы эту улицу Ригас не трогал. Оставил, как она в общем была бы. И вот здесь она в общем заканчивается, где вот заканчивались вот эти ремонтные работы. Это то, что касается улицы Ригас. До этого я такой выпуск никогда не делал про город Далгопилс. Хожу просто с камеры, там сходил на один район, там что-то поснимал, там поснимал. А в этот раз я все по-другому сделал немного. Всем спасибо, кто посмотрел этот выпуск. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok